Здравствуйте, меня зовут Фёдор Лисицын. И сегодня у нас в рамках проекта «Живая рецензия» рецензия на книгу Ольги Семёновой «Роттердам. Вспомнить всё. Славяне с берегов Рейна, Моас и Шельды». Книга очень сложная и противоречивая, сразу хочу сказать. Сложная и противоречивая для рецензирования, благодаря тому, как написал её автор. Автор, с одной стороны, непрерывно пытается достучаться... В общем, книга, скорее, написана на европейского, а не на русского читателя. Она пытается достучаться, что в современной Европе очень многие топонимы, очень многие географические районы и места связаны с жившими там когда-то славянами. И это, в общем-то, абсолютно правда. Ну, любой, кто в этом сомневается, может посмотреть на карту Германии. Липецк – Ляйпцер. Запрудинск – Запрудень. Берлин – Берлин. Как надо правильно произносить «штеттен», который по-немецки «штеттен» или «щеттен» по-польски, я даже совсем не скажу, но у него существует старое славянское имя. Лужицы. У нас этот император Франц Иосиф, который в швейке, кайзер, он же, помимо всех прочих, мало того, что он император австрийский, он король венгерский, он король чешский, он князь того, он князь сего, он повелитель верхних и нижних лужиц. Да не в смысле, но лужей командовал. Лужицы, лужицкие сорбы – тоже когда-то славянская земля и, более того, славянская со славянским языком до XVII-XVIII века включительно. Вспомним немецких знаменитых генералов. Фёдор фон Бок, он же Козлов, даже не Теодор, он даже по рождению Фёдор, тот, который пытался в 1941-1942 брать Ленинград. По иказе Вильгельме I объединения Германии знаменитых генералов Белов, он Белов, но он Белов, он немец, он прусаг. Его рот восходит к XVI-XVII веку, но они Беловы. Ну, так получилось. Ну, с другой стороны, европейские фамилии, особенно австро-венгерские, штука сложная, во многом из-за произвола чиновников и так далее. Ну, например, существует очень старый еврейский рот, крупных финансистов и так далее, поляковы. К русским отношений никакого не имели, к полякам имели определённое, но просто когда император Франц Иосиф приказал всем подданным австро-венгерской империи обзавестись фамилиями, а сделано это только в конце XVIII века, то срочно все роды, которые не имели фамилии, имели прозвище, начали записывать себе фамилии, кто во что гораст. Вот этим записали поляковы и так далее. Получился вообще вполне себе русские финансисты. Ну, только вот рождение австрийского, деятельность в Польше, но потом и в Россию прибрались. Если кто читал ныне признанный ориент Макунина, цикл про Фондорина, вот его любовница, она как раз из этих самых исторических поляковых и есть. В книге у неё, конечно, другая фамилия, которая скандально на обед губернатора пришла в ночном платье красного цвета, в ночнушке был там скандальчик. Ну, вот, значит. Долгожданное продолжение книги Александра Артамонова «Бесправо на возвращение. Дорога домой». Приобретайте во всех магазинах страны. Топонимы славянские, ну, вполне себе. Я понимаю, нашего читателя, особенно подкового в истории, этим не удивить. Причём спор норманистов и антинорманистов, вот этот Рюик, он кто? Он славянин или воях скандинав? Господи, это тот момент народов, когда индоевропейские народы ещё не разделились как следует. Да, у них разная культура. Сейчас археологи находят славянское погребение и скандинавское погребение. Там всё по-другому. По-разному кости лежат, по-разному разные утвари, разная одежда. А вот если посмотреть на уровни народа, ну, не совсем так, довольно близко. Балтийские циркумбалты, балтославяне, все эти помаяния, поможжи, сейчас в составе Польши, с добавлением шипящих согласных, так сказать, все эти пруссы, чисто славянские, пруссы завоёваны немцами, а не это самое. Таким образом, Калининград-то, в общем, можно сказать, вернулся назад в славянскую территорию, в славянский этнос. Недаром сам город, Кёнигсберг, основал король, конечно, король. Он поэтому королевская гора, Кёнигсберг. Просто все забывают, что король был Прожислав. И королем был король чешский. Вот. Он, когда там погиб в бою с Габсбургами, как раз за власть в Австрийской империи. А то бы вместо Габсбурга в Священной Римской империи могли бы вполне себе Прожиславичи управлять. Чешские славяне, западные славяне, боемцы. Всё висело, ну, не на волоске, но на, в общем-то, взлётах, падениях и посадках. Недаром в очень хорошем французском телесериале, когда ещё снимались хорошие исторические сериалы в 80-е годы, Карл Великий, есть прекрасный момент. Карл Великий, как известно, французский, ну, точнее, французский, он как раз ещё тоже. Немцы, североитальянцы и французы не разделились. Это случится только по его внуках. Франкский король воевал с саксонцами, с саксами. Лет 20 воевал, упорно воевал. Поработил их, креститься заставил. Я всё удивляюсь, почему у нас Карл Великий неравноапостольный, почему-то католическая церковь за такой великий подвиг веры его почему-то не канонизировала. Ну вот. И, наконец, саксы его показывают всю свою территорию. Доходят до реки Эльбы, встреч на Эльбе, кто помнит, и говорят, в общем, король, Великий ты, Карл человек, вот, но туда не ходи, стрелав, башка попадёт, совсем мёртвый будешь. А что такое? А там славяне живут. Это ещё хуже, чем мы. И, замечу, со славянами у Карл Великого, исторического, сложились более, чем хорошие отношения. В отличие от саксов, он не воевал, а с ними вместе успел сходить на Аваров в Союзе. Те самые Обра, погибшие, яко Обра в русской ретписи Аваре, аварский каганат, тогда распугавшийся на Северных Балканах, можно сказать, от Австрии, Швейцарии до Польши современной, он достал всех. Ради того, чтобы таких гадов побить, объединились, можно сказать, необъединимые силы. Западный император Карл, византийский императриц Ирина, славяне, западные славяне, будущие предки поляков, предки чехов и так далее. Все вместе с удовольствием пошли бить этих Аваров. Достали. Аварский каганат был разнесен в дребезги куски. Причем часть из белых Авар добежала до Испании, где предалась, так сказать, местным арабам. И теперь, если вдуматься, найти какие-то марокканские знатные семьи, то можно с удивлением обнаружить у них Аварскую кровь. А Авары тоже роднились с славянами. А так это осетины. Близко родственные. Второй осколок этого каганата – это осетины наши. Где Осетия, где Испания. В общем, рассказывать европейцам надо. Они это все забывают. Но период великого переселения народов, в котором почему-то вот Ольга Семеновна Роттердам сомневается и пишет, что это все сказки, он действительно был. Каша, которая творилась где-то со второго века нашей эры, где-то по девятой-десятой, последнее крупное переселение, зафиксированное кучей письменных источников, это переселение болгар. Хана Спаруха и так далее. Болгары где жили? Кама, Чусовая. Часть болгар отправилась болгарского племени в Европу. И вот нам теперь Болгария, пожалуйста, на карте. часть на Кавказ, Кабардино-Болгария, а часть Нижняя Поволжья, Ворска-Болгария. Наследники этих ворских булгар наши казанские татары. Вот, пожалуйста, три когда-то достаточно единых народа, ну, в общем-то, союз племен и три разных судьбы. Пожалуйста, никаких это проблем. Недаром у меня знакомый балкаец говорил, что он, когда поехал в Болгарию, он чуть-чуть это самое, очень быстро начал понимать местных жителей. Я говорю, болгарский, тюркский язык, современный болгарский, славянский. А говорит, нет, язык-то необязательный, я по жестам, по эмоциям. Руками размахивают, рожи корчат, как пройти в библиотеку, а вот туда-туда-туда. Тут язык необязателен, понимают друг друга на огне жестов, смыслов и так далее. Ну, как есть легенда. И пошел кожа не легенда, когда неаполитанский король Фердинанд вернулся после наполеоновских войн, когда он был в изгнании и так далее, вернулся обратно в Неаполь. Его встречала толпа народа, все очень шумели, он хотел сказать речь, но было очень шумно, все радовались. Ну, итальянцы не способны, как говорится, это дисциплина немецкая, поэтому очень шумели. Тогда он встал на балкон, король, и замахал руками. Махал руками он минут 20, речь была проникновенная, всеми понятная, всеми осознанно, без единого слова. Население поняло, что да, вот любимый король Фердинанд VII, вот он вернулся, вот дальше будут налоги такие-то, правила такие-то, указы такие-то, остальное после сами узнаете. Вот, а теперь всем пить и веселиться. Все это он передал жестами, без какой-либо пользования руками. Ну, второе у нас из итальянских ораторов, который корчил рожи и махал руками даже лучше, чем говорил, это, конечно, Бенита Муссолини. Если кто старые ролики итальянской кинохроники с Муссолини посмотрит, может обратить внимание, что можно совершенно не знать итальянского языка, можно совершенно не пытаться понять перевод, но там все ясно. Муссолини еще рожи корчил, такие, что современные политики так не умеют. У Гитлера это, наверное, вызывало дикую зависть. Сам он тоже считал себя великим оратором, но до истинных красот ему было далеко. Все эти родственные народы, да, действительно, часть из этих народов были славянами. Чему и удивляться. Индоевропейские народы, общее происхождение, все мы, как говорится, потомки выходцев северной Гималайи, Афганистан, Памир, Гендикуш, Иран и Туран. Вот он, тот ареал, откуда вышли и предки немцев, и предки русских, и предки с определенной степенью шведов, правда, их помотало, так помотало, где Швеция, где Крым, однако Швот, Готия, Крым, и там они успели побывать. Другие индоевропейские народы расселялись в другую сторону, некоторые из них растворились уже в восточных народах, в тюркских народах, а туруханцы и уинхайцы возможно вообще в китайских. Чему удивляться, Чингисхана вспомним, он монгол, монголы его законно считают своим предком, то более того, ген Чингисхана, потомка Чингисхана определяется путем генетического анализа. Сейчас огромное количество, от полутора до десяти миллионов людей, которые достоверно являются потомками Чингисхана, просто по генетике. Но он из рода барджиринов. А как выглядят барджирины, монгольский род? Они были высокого роста. Мы не знаем, какого роста был Чингисхан, но мы знаем из китайского описания, какого роста был его внук Батый. Метр девяносто два. Нехило такой монгол, да? У них были золотые волосы, рыжие или золотистые. И у них были голубые глаза. Вы много рыжих монголов с голубыми глазами видели? Скорее всего, где-то там в шестом колене, потому что тогда же степные народы очень хорошо знают свое родословное, предок пришел откуда-то с запада, оказался уважаемым человеком, возглавил племя, собрал себе шайку. Собственно, сам Чингисхан с чего начинал? Семья, ему 9 лет было, когда отца отравили враги, значит, на Перу, когда, в общем-то, подлом считалось нарушение степных законов у костра отравить доверяющего с тобой севшего костра пищи, это было нарушение всех мыслимых, немыслимых законов и беспредел. Остался сиротой несколько только сподвижников, один раб на всю семью. Причем раб такой очень уважаемый был, не сказать, как раб этот подчиненный, наоборот, первый, который считается первым из сподвижников Чингисхана, который читать и писать выучился. Это его домашний раб. Потом постепенно собрал шайку, дружил с влиятельными людьми, из шайки стала банда, из банды стало небольшое войско, из войска стал маленький хан, из маленького хана стал хан океан Тимуджин. Тимуджин это, в общем-то, это его родное имя, а Чингисхан это хан океан, хан мое, это прозвище, то есть войска от горизонта до горизонта. Вот он кто? Не удивлюсь, что родственные славянам тем же, дарили славянам или индоевропейцам. Седьмое поколение до него, это как раз позднее переселение, последние, наверное, славянские народы, которые шли последними в этом фоне. Кто такие славянские народы? В современной науке определения точного нет. Славянские языки, да, пожалуйста, но ведь мы понимаем, что средневековые уже языки искажены, а какие были древние исходные, понять очень трудно. Ну, например, булгары, тюрки, пришли в Болгарию, тюркские языки, язык свой довольно быстро забросили, язык ословянили, а вот тюркский компонент в народе как был, так и остался. Сколько существует народов, в которых языковая группа отличается от их собственного происхождения. Приходится либо восстанавливать обратно старый язык, как в 19 веке чехам восстанавливали язык. специальные учёные, правоведы, чешский язык восстановленный. К моменту, когда его начали опять вводить в моду, на нём никто не говорил ни в Праге, нигде, ни в Богемии. Да, был местный говар, местный диалект, но это был диалект немецкого языка. Из него сделали обратно чешский язык. Ну, классику с ирландским языком, с реликом для валийцев, итальянский язык на основе флорентийского диалекта создавали в 18 веке, в 19, пардон, потому что единую Италию это сделали, а вот так, чтобы миланец понимал неаполитанца, но он комплетов, приходилось все эти местные говары унифицировать и так далее. При такой унификации очень много теряется, очень много заимствований приобретает и так далее. Русский язык, он сложился из заимствований в очень хорошем правильном смысле почти всех можно прям проследить, как вот менялся ареал русского народа и соседних народов. У нас финно-угорские заимствования, но мы не финно-угры. У нас есть тюркские заимствования, но мы не тюрки. Кафтан, башмак, сарафан. Прекрасные тюркские заимствования. У нас есть заимствования латинские и византийские, точнее, через Византию латинские. Не напрямую латынь, ни в коем случае, а латинские через Византию. Потому что Византии, они хотя и называли себя ромеями, но у них язык-то коэне опять-таки другой греческий. О коэнах язык интересный. Это греческие не классические древнегреческие, не современные новогреческие. Это язык греков Леванта, язык Ближнего Востока. Часть Евангелий, часть, ну, тот же Апокалипсис, допустим, часть Библии написана на коэне, вот таком греческом. Немного другом. От него пошел циклонно-славянский. Где тут искать какую чистоту? Сторонники вот этого норманизма, антинорманизма везде ищут чистоту. Чистые славяне, не чистые славяне, значит, европейцы запрещают у себя европейских предков считать и так далее. Ну, не совсем так. Автор стучит в открытые двери. Конечно, каждый народ свое ищет это самое. Но, с другой стороны, просто славянский элемент был, участвовал в создании народа, но постепенно в нем растворился. Причем часто, если не был вытеснен военным путем, как в Пруссии случилось, где действительно пришли бывшие франки и германцы, причем именно последняя волна переселения германцев, не те германцы, которые с Аимом воевали, а чуть более поздние. эти германцы вытеснили и ассимилировали насильственно славян. Осталось только небольшое количество топонимов, небольшое количество крови. Ну, как я всегда говорил, что Екатерина II, наверное, наиболее русская из русских императриц. Молчу, что если, так сказать, ее происхождение от Бецкова не подтвердится, но ведь она дочь принца сербского. А что такое сербск? Это серб, серпейск. Опять они, вот они, лужицкие сербы. Не те сербы, которые на Балканах, а те сербы, которые на выбеже Балкии склонны. Вот, она анхальц сербская. Анхальт, ну, там тоже, в общем-то, анхальцы, народ такой, когда-то исторически существовавший. Тоже, ну, цикумбалтский. Опять не поймешь, где там славянский элемент, где нет. Вот при Балте сейчас доказывают, что они чистые Балты, никакого славянского элемента нет. Для Эстонии это, пожалуй, справедливо, но с некоторой натяжкой. Литва, ну, латыши тут вообще, как бы, ну, я бы сказал, что Рюик, если исторически существовал, если он действительно с Рюиком Готландским как-то ассоциируется, то он такой же цикумбалт, как современные латыши. Или как Ижора, который, наоборот, немного цикумбалты, но немного не славяне, немного и горофинские племена. А ведь Ижора это то, что потом вошло в Новгород, это Плегусий, тот самый, который предупредил Александра Невского о том, что высадится, шведы высадились в Устье Нивы, Невский, пошел их побил, стал Невским. Кстати, тоже Плегусий, ну, как-то ни туда, ни сюда, то ли урольский фильм, то ли русский, это самое. Ну, а кто у нас самый из Жора такого Каэла Финского, знаменитый русский род, вспомним. Вышли два мужа от шведского короля, мужа честно, то есть не рейцы, но почетные горожане, муж честен, это титул. То есть не двоянин, но уважаемый горожанин. Вот. Поклялись великому государю Михаилу Федоровичу Романову в вечной службе и стали жить на Руси. Одного звали Наум, и он умер, детей не оставив, а другого звали Сувор, прадед Александр Васильевич Суворова. Русские, мы русские, какой восторг. У тебя прадед Каэла Финна Швед. И что? Он все равно русский. Потому что в этих ижорских Финна-Шведа Каэлах там не разберешь. Имена у них могли быть русские, а поэтнически они финны. Или наоборот, этнически он самый, что есть, Лоро Финн, а по имени этот самый опять еще один. Еще и с немецкой кровью, потому что предки из Магдебурга, Мариинграда, Магдебург, Магда, а до этого все-таки Мариинград, Магдебург, Мариинград, Келлин, Иван Келлин, тот самый, который оборонял крепость Полтаву, чтобы Петр успел подтянуть войска и разбить Карла XII. И фамилия эта Келлин, вот она русская или нерусская, или немецкая, или финская, да вообще не разберешь. Служит русскому царю, принял присягу, говорит по-русски, командует русскими войсками, значит русский. Тут, конечно, вот Ольге Семеновне вспомнить бы, хоть и Маркиз Декюстин плохой источник во всех отношениях, но принимали-то его в России первоначально хорошо, как сына и внука известных людей, как приличного человека, а он написал эти мемуары России в 1839 году. Но там есть хороший эпизод, когда Николай Первый на балу беседует с Маркизом Декюстином, вот, Ваше Величество, вы окружены вот вашими подданными русскими. Он так посмотрел, а где здесь русские? Как? Вот смотрите, вот генерал, он грузин, это немец, это прибалтийский немец, эрлифлянский, вот швед, вот этот самый финн, вот поляк, вот татарин, я сам вот немецкого происхождения. Так что, тут нет русских, что ли? Нет, все мы русские. В этом-то и секрет Российской империи, сказал. Так намекнул французу Николай Первый. И был абсолютно прав. Происхождение, исходные корни фамилии, да, Господи, у нас роман, вы сами немцы, если верить кербовнику. Боярин, кошка-то выехал откуда на службу великому князю московскому Василию Дмитриевичу, сыну Дмитрия Данского, из немец, то ли из этого самого Дансенга, который в Данск, ну, то ли откуда-то оттуда. А с другой стороны, он у нас всегда в истории немцам, Берона-то обзывали, Берона, прибалтийский, крулянский, немец, немец совсем, немецкое засилие. Все хорошо, только семья Беронов-то, ну, мать у него вообще латышка, семья Беронов, она поляки селесские, такой же славянин, ну, фамилия Берон стала в России Бероном, а могли быть Бериновы какие-нибудь, или Бериненко, как и распалась бы. Какой из него немец-то? По воспитанию, по образованию, то, что двоянин из ничтожных, из очень мелких двоян, да? А немец из него такой же, в общем, как из Михаила Фёдоровича Романова немец, или даже из Петра Алексеевича Романова немец. Какие-то дальние потомки. У нас, собственно говоря, даже царя Юриковича Ивана Грозного, если вспомнить, считали себя потомками кого? Цезаря Августа. Августа Цезаря. Его уложали в Европу. Да, брата. Непонятно, чего уложали, чего считали себя русских царей выше всех. Да, брат, брат Прус, брат Августа Цезаря. Ну, долби-ка, лати, показывай все имские родословные. Законного брата у Августа, Октавиана Августа, не было? Это мы знаем точно. Семья Юлиев-Флавиев известна поименно, как бы никаких лишних людей там нет. Но это им. А во имя, возможно, что? усыновление. И брат он мог быть по усыновлению, по поворотимству, по обряду. А могло быть незаконно рожное отрабление от этого самое. Брат он, конечно, ну, попавший налево сходил, в семью не включил, а человек хороший, чего ему пропадать? Сколько мы знаем таких? Была даже вообще анекдотическая история, когда римлянин отпускал рабов, он давал им свою фамилию, императорскую фамилию. И вот было семейство Флавиев, Веспасиан, Тит и Домициан, императоры, Флавии. Нормально? Ну, нормально, полноценно, все хорошо. На Домициане, ну, Веспасиан умер, Тит, превосходный император, которого считают сами римляне лучшим и добрейшим из всех, умер, к несчастью, бездетным. Там отдельная трагедия, он очень любил еврейскую принцессу Беренику, волоса Вероники, созвездие. Это не в честь нее, но в честь ее тети, родной тети. Вот, Береники, у них не сложилось по куче, да не то, чтобы они разрешили во имя. Сын императора может хоть на еврейке, как говорится, хоть на ком жениться, хоть на... Рим не был ксенофобским. Знаете, у них был император Песциний Негр и император Филипп Араб. О чем это говорит? Да ни о чем. Хороший человек стал императором. Плохо стал себя вести, заразали, как свинью. Вот, этого самого Филиппа Араба. Вот. Дело не в этом. Там сама Береника не захотела. Пока, типа, ты был сын простого римского командующего, все было нормально. А вот это, женой сына императора быть не хочу. Ну, не хочу. Вот. Ну, умер бездетным тит. Домициан семью имел, ну, так характер был скверный, заездан был собственной женой. Ну, то есть, согласие собственной женой. Он вообще-то ее казнить хотел. Он даже приказ написал казнить жену. И на ночь сунул под подушку. Жена любопытная была. Пока муж спал, достал и прочитал. Дальше была, в общем, необходимая самооборона. Имея подписанную на саму себя смертный приговор, нашла двух гладиаторов, которые, значит, муженька аккуратно грохнули утречком. Он пошел в баню умыться. Они его там завалили. Ну, а дальше смута наступила. Заезли вообще всех. Кого не заезли, тот предпочел сбежать и спрятаться. Нету Флавию. Все, род Флавиев пресекся. Остались рабы отпущенные. И, что бы вы думали, не прошло и двухсот лет. Цезарь, Флавий, Валентиниан приходят к власти. Дети, при его детях как раз раскололся им на Восточную и Западную империю. И Флавии, пожалуйста, даже это самые византийские Флавии были императоры из рода Флавиев. Императорский род? Да не вообще никак. Более того, судя по всему, эти Флавии, они славяне, вифинские славяне, рядом с Константинополем. Была такая Вифиния, где было и славянское население в том числе. Сейчас это территория Турции. Просто потомки императорских рабов сами стали императорами. Вот Олег Семенов этого всего не понимает. Это очень тяжело. Очень трудно рассказывать о книге, автор, который пытается добиться правильного понимания, правильного текста. В общем, совершенно согласен. Славянские корни Европы, славянские топонимы в Европе, книга посвящена в большей части славянскому влиянию в Голландии, в Нидерландах. Оно безусловно было и есть. Потому что балтославяне как раз дошли и до Рейна, и до Мааса, и до Северного моря, конечно. Господи, и русы, славянские русы, родцы. Но дело не в этом. Дело в том, что она при этом полностью взяла за метод брать средневековые книги и хроники. Это, с одной стороны, хорошо. Мы все помним, что историю России тоже долгое время писали по повести временных лет. Начиная с Карамзина и до Упора. И только в конце XX века стали понимать, что это метод порубный. Потому что как бы не были хороши и точны хроники, как бы они неаккуратно велись, о древних событиях всегда рассказывали легендарные баснословны. А легенды и баснословия очень часто отражают, символизируют абсолютно реальные события, но в нереальном контексте. То есть что-то отодвигается либо в старину глубокую, что-то отодвигается либо ближе, что-то смешивается и так далее. Ну, чего я рассказываю? Поляки. Поляки долгое время считали себя потомками сарматов. Сарматизм была официальная идеология польского королевства в XVII веке. Костюмы заказывали сарматские, портреты рисовали. Живающие, кто поедет в Минск, там национальные галереи, портретов вот всех этих белорусских, литовских шляхтичей и так далее в сарматском за XVII век. Как раз у них тогда великие раздевилы, несвиш, вот это вот. Такие выдуманные костюмы. Но мы прекрасно знаем по курганам, по захоронениям, как выглядели сарматы. Какой пан на себя такой кунтуш оденет? Пан его мехом украсит, кружевами, соблюку прицепит, два пистолета. И вот он уже с одной стороны сармат, прическа с щубом. Это отнюдь не так сказать украинская придумка. С другой стороны что-то не то. И правда, при всем уважении к Польше, к народу, сарматы к генезису этого народа не имеют никакого отношения. Но в легендах имеют. Более того, вот как раз Ольга Семеновна тогда, отходя уже потихоньку от Голландии, переходит на Шотландию, вот, на Англию. А ведь версия, что король Артур из римских сарматских реально римляне набирали войска, сарматия набирали кавалерию, ну, сарматые прирожденные степные иконники. Сарматы служили на территории Англии, это исторический факт. В римской Британии в 3 веке, в 4 веке, когда римляне в начале 5 века ушли из Британии, какая трогательная есть поэма об этом у Киплинга, как говорится, с командой от боя центурион, как римский солдат не желает уходить из Британии, где у него жена, дочь, то есть жена, двое детей, вот, у него приказ, он должен уходить, покидать Британию, и, с одной стороны, семью бросать не хочет совершенно. Вот. Полная романтическая фантастика, к этому времени религионы передвигались как раз, как чистые цыганские таборы, с женами, детьми, рабами, домохозяйками и так далее. Тысяча бойцов, десять тысяч, человек едет. Ну, такая нормальная, почти уже средневековая армия, где, собственно говоря, как эти банды наемников типа каталонской компании. У Киплинга-то это же такой легион, как во времена Юлия Цезаря за 500 лет до этого. Он же тоже в гимназии учился, где все идеально, идеализировано. Вот и получается красивое стихотворение, а ни о чем. Ну вот, и что Артур, Артуриус, Медведь, это, в общем-то, потомки сарматов, которые остались в этой самой, в Британии, защитили их от саксов, которые сами наполовину были славяне. Ну, тут, как говорится, надо перестать доверять хроникам. Они очень часто отражают правдивые процессы, но делают это легендолизировано. Вот автор Ольга Семеновна часто цитирует «Деяния саксов» хронику. И Готфрида Монмаусского упоминает, и там эту Брутию, потому что Британию, оказывается, тоже Брут основал, только другой. Вот отсюда на Британии, потому что он Брут, была Брутания, стала Британия. Есть такая легенда. Вот, не совсем так, конечно, все, но там описывается бой между викингами датскими и лунными короля Атилы. Морское сражение, в котором участвовало 9 миллионов человек. Это замечательно. 9 миллионов – это тогда население всей этой средневековой Европы, и то, может быть, и 9 миллионов-то не было. Во-вторых, между викингами и лунами, ну вот как ни крути, если мы самые первые викингские налеты, так сказать, посмотрим, это где-то конец 7 века, ну там очень-очень сильно сову на глобус натянуть начало 7 века, но уже не 6 точно, а вообще-то 8 век, то есть 700 такие-то годы, то, простите, лунные Атилы, конкретно Атилы, мы все знаем, в каком году умер Атилы, в 454, если мне память не изменится, ну то есть это середина 5 века. Ну никак они встретиться не могли. Ну никак, это как если мы сейчас начнем рассказывать легенды о том, как Семен Михайлович Буденный плечом к плечу с Богданом Хмельницким Киев брал. Да в общем, оба отметились на Украине, оба реальные персонажи, только в разное время жили. А для легенд это нормально. Вот, по русским легендам были на Мэпосу пытаются проследить, кто сколько прожил. Добрын Никитич прожил примерно 250 лет, Илья Муромец около 170 или 150. То есть Алёша Попович около 150, а Илья Муромец лет 300 с лишним. Потому что в разное время они участвуют в разных событиях. Ольга Семёнова великолепно изучила старые хроники. Она изучила карты и так далее. Но она совершенно не опирается ни на археологию, ни на данные о изменении климата и так далее, которые существовали. Для неё скифы и славяне одно и то же. Ну, я понимаю, Блок сказал гениально. Да, скифы мы, да, азиаты. Да вот скифы мы по манее поведения, но не этнически. Скифия – это дославянское население степи. Даже половцы, которые вытеснили скифов, и их скифами называли византийцы, они как раз этнически совсем другое, хотя половцы к славянам очень близки. Настолько, что, в общем-то, несмотря на попытки академика Герасимова половецкие скулы выделить и так далее, по небольшому количеству находок. Мы сейчас знаем по большому количеству находок реконструкций. В общем, ну, да, южный народ, ну, как это, русские на Кубани и русские в Архангельске немножечко отличаются. Образ жизни, манера поведения, но это отличие в рамках, ну, одной этнической системы. Но это не скифы. Скифами русских называли древние рейки, но они как кого только не обзывали, как русские немцами называли, как же. Англинские немцы в безумии своем короля коровуса до смерти убили, писал Алексей Михайлович, когда английских купцов наложили эмбаг запрет на рус торговать при Кромвеле. С английской республикой московское государство находилось в контрах. Кромвель нам не друг, не товарищи, не брак. Вот, с голландцами мы тогда дружили, с англичанами ругались. Нормальная политика. Чего же они? Короля коровуса действительно до смерти убили. Англинские немцы. И в описаниях обороны Соловецкого монастыря старообрядцами на стороне ревнителей древнего богорчества и погибла, была убита. Вот, тоже некая агвая, в скобочках, англинская немка. Ну, да, наверное, по происхождению какой-то англичанин, осевший, так сказать, в районе Соловков. Вот, но при этом она православная, причем старообрядчица за старую веру и пострадала против, так сказать, проклятого этого Никона, патриарха и тирана московского. И для того же старообрядческого сообщества всего этого авакума протопопа, она святая, хотя англинская немка. Ну, у нас в Руси только один, я знаю, европейский народ никогда не назывался немцами. Потому что яшпанские немцы были, итальянцы, французские немцы всегда были. Вот, а вот итальянцев всегда назвали фрязи. Потому как знали, замечали, как, кстати, никогда, начиная с 14 века, с конца 14 века, после Куликовской битвы, в Византии, в Венецианских архивах никогда не пишет Московия. На всех Венецианских картах написано Россия, Русия. И великий князь московский, ведь великий князь все Руси. Почему? А потому что генуэзцы, главные враги венецианцам, если генуэзцы пишут Татая и Скифия, то мы будем писать Россия, потому что нефига этим генуэзцам, слишком много о себе воображают роды такие. Как это? Если в море встречался венецианский купец и генуэзский купец, то, не говоря друг другу плохого слова, заезжали пушки, стреляли, лезли на абордаж. Как? Ну это же война. Нет, в войну так вообще бы убивали нафиг. Это если в мирное время встречаются Туна-абордаж. Противостояние между этими республиками было таким. Венеция долгое время была на московской стороне, а гены на стороне Орды. Хотя раньше вот у нас писали о генуэзских копейщиках на Куликовской битве, потом поняли, что никак, ни по каким документам не вылезает. А сейчас опять появилась версия, что таки были ума-мая генуэзсы. Правда не государственные, не эта самая, а банда, наемники, причем банда наоборот, которая изгнана была из Гену, и куда им еще деваться. Бандиты хорошие были, такие за 4 года до Куликовской битвы Астрахани ограбили, Хаджи Тарахан, тогда еще, кстати, татарскую. Но после этого оказались отморозки во всех отношениях, то есть просто в никуда. Враги закона могли осесть и ума-мая, потом попасть в летописи. Я еще раз говорю, исторические летописи и прочее, это очень точный источник и очень неточный одновременно. Вот на то и существует наука источниковедения для взаимной сверки вот этих сведений. Они, в общем-то, правильные, только всегда надо учитывать баланс, время и так далее. Вот Ольге Семенову эту книгу бы переписать, если честно. Переписать, потому что идея-то она подает правильная, но доказательство любой современный историк просто с точки зрения разобьет любые ее построения. Книга неаккуратна в этом отношении полемически, непрофессионально, неисторически написана. И главное, она постоянно на коротких совпадениях слов, вот эта самая народная этимология, пытается делать выводы. А вот с этим оно абсолютно ну не так. Кельты это скифы. Почему? Потому что кто-то в 17 веке так обмолвился. Но, простите, у нас есть кельтские поребения, у нас есть скифские поребения, у нас есть ДНК тех и других, этнические, это совсем, это разные культуры, вот абсолютно разные. Вот как не натягивать? Но нет, ведь кто-то когда-то написал, значит, это так. Надо понимать, что многие летописи и книги, которые писались в старину, являются такими же пропагандистскими, такими же полемическими, а то и просто неграмотно сочиненными выдумками. Вот человек захотел написать какую-нибудь ерунду, как говорится, бумага есть, лишнее время есть, и пишет. Если еще деньги есть издать, так он еще и печатает. Вот вспоминает историю скифов и злого. Это книга, написанная при Алексея Михайловича в России в 17 веке. Но там альтернативные истории во все поля. Новгород в каком году основан по вызову? В 1920 до нашей эры. Ну, лет через 300 египтяне пирамиды начнут строить, так для масштаба. А тут уже Новгород. Я все понимаю. Я великолепно понимаю, зачем и в какой полемике против новомодных европейских книг, по сути дела сатирически их пародируя, Лызлов писал историю скифии. Да ее, небось, те же это. Алексей Михайлович Романов с Феофаном Прокоповичем, а нет, Семеном Полоцким, пардон, и с дочкой Софьей читали втроем друг к другу отдельной главы, их хохотали. Ну так вот, а, поддаем, а, хорошо прописал, молодец. Не хуже Задорнова со Жванецким. Но теперь из-за того, что эта книга написана в 17 веке, она для Ольи Семенова и Роттердам стала источником. Да это худлит. Это даже не худлит, это полемическая фантастика. Я вообще не понимаю, откуда у нас сейчас попытка докопаться до древних корней русского народа. Древние корни это не всегда хорошо. Древние корни, уважение к прошлому, те племенные образования, те этносы, которые жили на этой территории раньше, это прекрасно. Ну, как армяне уважают Урарту. Хотя армяне, конечно, древний народ, но они не потомки Урарту. Урарту существовало на территории Армении и распалось до формирования армянского народа как этноса. Как современные египтяне уважают древний Египет. Он недавно, этот парад перезахоронения мумий, вот найдите, в Египте несколько лет назад прошли парад, торжественно из музея в новое здание музея перевозили мумии фараонов. Но так как это бывшие правители, то это было с военной техникой, с оркестрами, в почетных караули, с цветами и так далее. Современный Египет культурно к временам фараона не имеет никакого отношения. Даже копты, исходное население Египта, с их древней коптской церковью, с их древним коптским языком, который помог по решифровке египетского, это достаточно новые, это египтяне уже после нового царства. Это поздние египтяне. Не первая и даже не вторая волна населения Египта. Но для египтян, жившие на их территории культуры, этносы, это такие же предки, все нормально, непрямые предки. А те народы, которые населяли Египет тогда и были такими, а мы населяем Египет сейчас, и мы такие. Откуда это стремление обязательно все опрокинуть, чтобы прям вот до мамонтов, до неандертальцев? У нас вон на территории Москвы, это Костенковская стоянка, Коломенская, Бековская стоянка. И там и с мамонтами все хорошо, и палатки из костей мамонтов, и все прекрасно, 44 тысячи лет до нашей эры. Но мы не потомки этих людей. Те кроманьонцы, которые тут жили, охотились на мамонтов, ну и молодцы, они наши предшественники к русскому народу ни этнически, ни биологически, ну никакого отношения. Но наша территория, наш культурный контекст. Оля Семеновна, это, наверное, пока не понимает. И второе, у него постоянные вопли. Вот вторая вещь, которая мне не понравилась в этой книге исторически. Современные историки это скрывают, историки это скрывают. Да нет, историки вообще ничего не скрывают. Вы пользуетесь теми же текстами, которые вам историки выложили. Просто они не считают эту версию за важную. Вот ее возмутило, она живет в Голландии, голландцы называют себя аутинизированным батавами. У них была батавская республика, королевство батавов и так далее. А батав – это несуществующее племя. Это римляне так обозвали часть племен на территории Голландии. И для удобства называли их, как мы называем, немцев немцами, хотя не один из немцами. он, айм, это как, дойч, дойч, дойчмейстер, дойчеман. Какой тут немец-то? Ну, и голландцев-то мы называем голландцами не совсем правильно. Голландия – это только один из семи Соединенных Штатов Голландии, потому что голландцы, фризы, волоны, понятно, это уже бельгийская и так далее. Да там их масса. Какие-то в большей степени, какие-то меньше, какие-то правда имеющие славянские предки, какие-то нет. Но у нас вместе мы их называем голландцами. Правильнее было бы нидерландцами, но тут не получается, что существуют бельгийские Нидерланды. Вот как отличить бельгийские Нидерланды от голландских Нидерландов? Когда-то же это было гораздо большее образование. Мы знаем, что семь Соединенных Провинций дали Соединенную Голландию, а четыре Южные Провинции – это современная Бельгия. Бенилюксы. Бенилюксы. Вот прекрасная, прекраснейшая, просто великолепный термин – бенилюксы. И, соответственно, женщина будет как бенилюксчанка. Тогда нормально. В общем, хорошая книга на подумать, на тексты, но очень хочется не соглашаться с выводами авторов. Просто не соглашаться. Хорошо. Ботави, Ботавы исходно жители острова Норейне. Остров не в смысле вот остров, а в смысле раздвоения рукавов. Рейна река, которая постоянно меняет русло и меняла в прошлом. Она, кстати, об этом постоянно забывает. У нее карта современная. Вот. И вот часть территории остров Ботавов. Место, где живут. Она это уходит от челноков. Река, челноки, Баты, Ботавы. Ну, я хочу сказать, ну, хорошо, славянский корень Бат, челнок, да, есть такое. Недаром первый известный славянский вождь в переговорах с римлянами, с Тиберием Августом, кстати сказать, этого имена Иисуса Христа, Тибери Цезарь, как звали славянского вождя, который первый вошел в римские хроники. Батон его звали. Вот он вполне себе, человек по имени Батон, Бат, вполне славянский корень, вот, он ведет переговоры с Тиберием Августом. Сначала немножечко повоевали, потом подружились, получили землю в Иллии, в общем, стал вполне себе такой проимский народ иллийки в империи. Иллийки никуда не делись, это сейчас Словения. Но Бат, это же не обязательно челнок, вон Англия рядом, опять славянское слово, вошедшее во всех европейских языках Бат. Что такое Баня? По трем буквам вообще очень трудно судить. Я всегда люблю говорить, что в Мексике есть город Тула. Да и в ней прямая основанная, то есть даже не экскадорами, называется Тула. Туланская культура, туланцы. Имеет ли это какое-то отношение к нашей Туле? Да никакого. Просто одно племя Тула, и тут царица Тайдула Тула. Совпадение слов? Да, такое бывает. Не надо из этого делать культа. К сожалению, многие вот из таких фолькско-историков, народных историков пытаются из совпадения слов делать какую-то ореху. Когда совпадение слов сотни, тогда все нормально, есть связь. Когда совпадение слов единичное, я говорю, все возвращается в санскрит. Как ни крути, все индоевропейские языки, дева, она будет везде, дева. Да, корень немножечко меняется, согласовка меняется. Мама, мама вообще везде мама. Очень редко где можно найти в индоевропейских языках отклонение от слова мама. Иногда бывает такой пафосный, типа мутер, официальная, но все равно маме, уже в немецком языке маме, в итальянском языке. Маме, маме тоже. Это не совпадение, это общий языковой строй. А общий языковой строй у нас, к сожалению, или к счастью, со всей Европой. Россия, она часть индоевропейского потока народов. Русские, такие же индоевропейцы, пусть и шедшие позади, мы из второго, третьей волны переселения народов, позади первых пришедших, но индоевропейцы. Но вот баски, например, нет, грузины нет, у них все свое, вот, у них свои, корни у них свое, все, посмотришь на тюркинские народы, они свои. Зачем с этим бороться, зачем кричать, нас скрывают, ну, не знаю. На этом, наверное, я завершу рецензию, получим неоднозначные действительно книги. Прочитать стоит, благо, мы, конечно, не очень можем действительно поверить, что балтославяны доходили до Голландии, там имели поселенство, но почему нет? Море, чернаки, это ладьи, это гораздо лучше, чем топать пешком. Это пешком в Голландию через Европу 5-6 века идти было далековато, через великие леса. А по Балтийскому морю от бухточки до бухточки, от Новгорода до того же этого Любика ходили две недели купцы во времена Великого Новгорода в 15 веке. Ну, тут, наверное, три недели займет. Это уже вполне достижимо. Вот на этом все. Долгожданное продолжение книги Александра Артамонова «Бесправо на возвращение. Дорога домой». Приобретайте во всех магазинах страны. «Бесправо на возвращение. Продолжение следует...»